Магнитопон включен. Сегодня 21 сентября 1997 года. Мы начинаем после летнего перерыва наш островок. Я поздравляю всех с началом этого сезона. Сегодня у нас построен островок следующим образом. Основная тема – это летние работы, стихи и песни и летние впечатления. Первое отделение и второе будет по одному плану. Стихи и песни наших островитян, несколько человек. И затем будет впечатление о путешествии. Первое отделение завершает Инна Петровна. Второе отделение – тоже стихи и песни наших островитян. несколько человек выступает и завершает Юрий Степанович. Тоже впечатление о летних путешествиях. Ну и, как всегда, поем «Дима». ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 И, может, станет танец песни, как знал, плохой и чудесный. И слова, и музыка падает на цигнат. Однажды жизненный поток менял, занес на островок. Тот островок на гадах мне отвечал. Никто не властвует над ним, без общества не защитит. Никто в стремлении к власти не замечает. Смитные хабрикам песни пьют, и гранат пишут, и поют. Перед новостями делятся начали. Талант и творческий азарт всегда несут друг друга. И счастливым искусством очищаясь. Пусть в эту дружную семью влечет, как свежую струю, Людей богатых творческим горит. Мы новых обретем друзей. И наш попутный супер. Пусть в эту дружную семью в салоне. Талант и творческий азарт всегда несут друг друга. ПЕСНЯ Я судьбы уж не хозяйка, Не горит моя звезда, Как в начале жизни Пайка хлеба с солью и водой. И живу я в странном ритме, Он властитель, я раба, И выдерживаю битвы, Что приносит мне судьба. От судьбы своей не прячусь, Но и встреч с ней не ищу. Что, как рад, к ней задам пячусь, Полегусь поискачу. Обтянутая мокрым платьем, Березка грустная стоит, И капельки стекают с прядей ветвей ее. Мнылый вид ее безжалостно Качает в поры ветер, И она по форму силе отвечает, Своим желаниям не вольна. И как Россия терпеливо, Нет, но разовьет Свой нежный стан, И вытянется гордоливо, Когда умчится ураган. Кошка с острыми лопатками, Крадучись, как леопард, Прошагала мягко лапками, На живот почти припав. То инстинкта дань обычного, Или голод так пригнул, Или охота за добычу Сдумай, только б не спугнул, Появившийся намеренно, Где его совсем не ждут, Тот нахал самоуверенный, Что собаку не зовут. В Нипре не произошло, Твоей, моей, так получилось, Что связывало нас, ушло, То волей времени случилось. Короткие встречи, миг случайный, И празднование, шумный хор, Они, как это ни печально, Готовили нам приговор, Приговорили, наказали, Не раз во встречах казали, Интимный, ласковый, простой, И в сердце уголок пустой, Другой поспешно занимает, Или другая, может быть, Но что-то все же напоминает, И не дает совсем забыть Друг друга нам, То разговор, что затеваем мы, Смущаясь по телефону, И укор, твой или мой, Звучит отчаясь. Все реже он, и тоньше нить, Соединявшая когда-то, И нам уже не сохранить Союз сердец, И даже в даты, и в дни рождения Позвонить уже стесняемся, Боимся, уже мы не соединимся, И все, и некого видеть. Дальше будет исполнен романс, Слова Вады, Валентины Ивановны, А музыку рискнула я написать. Мне очень понравились эти слова, Они именно романсовые. Так исполняет наша юридочка. Так исполняет наша юридочка. О счастье, О глом страданиях, Уже ничто не говорится. Так позвонил, что я знаю, Тебя из тысячи ночи. Я прощал тебя, Уже не знал, Ты был и есть всегда один. Я прогнал воспоминания, Забыла голос твой, не вид. Но вырвались, души признанья, Оно все помнит и больно. Так позвонил, и я узнаю, Тебя из тысячи ночи. Я прощу тебя, я это знаю, Ты был и есть всегда один. Дальше выступит сама Люда уже. Люда у нас в основном поет романсы наших островитян. Нет, я не правда сказала, не в основном, не в основном. Я хочу сказать, что она пела в основном с Лидочкой романсы старинные, а придя к нам на острову, стала петь романсы островитян. Но дадим ей возможность спеть не только островские романсы. Сейчас Люда, а, извиняюсь, сейчас все-таки островская будет. Лев Коган, как вы знаете, мы смотрели, смотрели на экране его мишку, внука. Я, в частности, вот вчера только первый раз, мы сегодня исполнили 4 месяца, я вчера, живя совершенно рядом, первый раз его увидела. Причем в восторге была. Познакомились лично, да? Лично, да, лично. Изумительный, обаятельный парень совершенно. Но дед там таяц, него вообще капает. Он вообще обожает совершенно этого внука, и там все вокруг него. И он написал колыбельную Мишке, Мишка его зовут. Я опять-таки... Ну, он написал свою мелодию, я ее запарковала. Она очень была бурная, такая революционная. Ну, я рискнула написать тоже спокойную такую мелодию. Даже мне стыдно говорить, что я написала, мне кажется, что это любой. Качаю внука и сына, а он все равно. Все равно. Сочинил бы такую мелодию. И опять-таки Людочка ее исполнила. Колыбельная Мишке. Адрина огнета шишка, Скоро в солнышко зайдет. Песня. 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 А теперь Людочка выступит уже с двумя произведениями на уже авторов неостровских. Классика. Да, классика. Что это сердце? Это написана цыганская песня, но это, конечно, сердце цыганское песня в обработке Трегожина. Что это сердце? Что это сердце? Что за тревога молит мне грусть? Счастливый голос в душе раздается. Что это сердце? Счастливый голос в душе. Нет, не скажу я людям об этом. Нет, не спрашивай, что спрашивай со мной. Что это сердце? Не спрашивай, что случилось со мной. Счастливый голос в душе. 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» В полумраке чердачном, просыпь бусин стеклянных, блеск посуды развития. Все здесь будто знакомо, где-то бродится свете, призрак старых домов. Чудач. И поделись. Пока Саша ищет что дальше, я несколько слов скажу о Саше. Мы ее все знаем, конечно, но за лето произошли очень приятные изменения. Саша перешла в гуманитарный класс. И вообще, ну это для всех. Ты Саша так об этом знает, я очень довольна, очень довольна этой переменой. А была в каком Саше? Ну в другую школу она перешла, а была в обычную? А чем? А они отвечают. Ну, Саша очень любит там за тобой. А ты не спрашивай нас, ты сам читай, что хочешь, сам. Сейчас я вам настучу про Руссову Пальцову. В стихах твоих солнечных нет, не тени гордыни, а дмана. Ты вправду великий поэт, великий поэт Пагестана. Кто смог бы вас славить, как ты, красоты родимого края, В строку своей сны и мечты, как жальчик в ларице собирает. Кто так же, как ты, воспоет, любовь черналка и горянки, Чья песня ключи подберет к холодному сердцу муленки. Какой-то таинственный свет, в стихах, что не терпит обмана. Ты вправду великий поэт, великий поэт Пагестана. Он начал на своем языке стихотворение. Ну, весь зал затих, там сидит, слушает. Естественно, ну, кто что понимает, никто ничего не понимает. И когда он прочитал, все зааплодировали. А он говорит, а вы знаете, что я вам прочитал? Медный всадник. Короче, показал, почему ты в вашем роде. Это про Михайловское зиму? Павлу Первому посвящается. Над Михайловским замком тьма, Ветер северный дик и зол, Миновав дворе и дома, Как убийца к замку пришел. Но не помнит убийца то, Что в такой же холодном угле Его тоже погибнуть ждет, Как и всех на сырой земле. Все держители, палачи, Средворцы и прочие люди Исчезают в одной ночи И находят один приют Над Михайловским замком тьма. Тучи черные, будто дым Словно темная ночь сама Все укрыло крылом своим. Такая шуточка маленькая. Желание вам пройти по краю к земле, Прожить всю жизнь до самой точки, И чтобы ложью не сочли, Душерих моему не страшит. Словно темная ночь. Когда умирает паэт, И ветер иначе веет, И будто бы вмиг тускнеет Небесная синела. Когда умирает паэт, Сердце как будто сломает, И образ сгорает, тлеет, Но остаются слова. И мир с тревогой своей, С нейстовой круговертию, Нежданно смолкает вдруг, Скорбя о сынах своих. Когда умирает паэт, Тея не считайте смертью, Покуда в сердцах живущих Его обитает стих. По-моему, это паэт, Слышно. Это, кстати, я не сказала, Это на смерть так ужа. Это понятно. Нашли светлые, нашли. Если звучали, все. Во время похоронки. Этот сюрприз будет исполнен Двух вариантов. Первый вариант. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 очень личных, очень печальных песней. Лиза Михайловна тут как-то сказала, что я как же на пьедестале была. Ну и репеграф к первой песне. Ну вот и всё. Любимого не стало, как больно падать не бы стала. Роман с воспоминаниями и дух спасён. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 на историческом факультете и в музее Достоевского. Мне кажется, что мы печатали ее очень хорошие стихи, потому что с главным редактором мы вместе их отбираем. А где-то первые слова этих стихов сейчас? Мы их знаем, Саш, а я просто прочитаю ту заметочку, я не стихи буду читать, а ту заметочку. Нет, не сами стихи все, а первые слова. По первым строчкам. Хорошо, да-да, пройдемся по первым строчкам. И я прочту маленькую заметку, которую я написал еще здесь, в Ленинграде, но в журнал ее не взяли, она слишком лирическая. Белым по черному жизнь я рисую свою, белым по черному верю, страдаю, скорблю, что б я не сделала, где-то останется след, черным по белому жизни напишет ответ. Когда такие стихи рождаются под пером умудренного жизнью человека, это не удивляет. Но автору этих строк только 14 лет. Что это, игра? Или это поэтическая отвага подлинного таланта? Сегодня мы представляем на суд читателей творчество школьницы Саши Аносовой. Ее поэзия не требует скидки на возраст. Трагическое стихотворение уже ни склеить, ни собрать было написано Сашей в семилетнем возрасте. Невольно на ум приходят слова Толстого. И откуда берется такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов? Саша Аносова пишет о том, что во все времена волновало человека. В ее стихах читатель найдет и страстность, и нежность, и глубокую грусть, и благородный романтический порыв. В нем высокой нотой звучит боль за человека. Чуткое сердце автора касается тончайших струн души читателя. Стихи Саши хранят истинную тайну поэзии. Они заключают в себе и трагическое чувство одиночества, свойственное настоящему поэту и светлой надежды юности. Саша Аносова пишет стихи с тех пор, как научилась читать. Мама Саши, историк, работала экскурсоводом в Новгородском Кремле. Исторические книги, старинные соборы и жизнь в бывшей монастырьской келье за неимением другого жилья привили девочке интерес к старине и поэзии. В Санкт-Петербурге семья живет с 96-го года. А стихи, помещенные здесь, их 11, это вот уже не склеить, не собрать, черепки разбитой сути. Стихотворение «Память» «Миг и судьба решена, миг и не стало судьбы». Стихотворение о Петербурге, «Мне снится город мой безмолвный, омытый влагой дождевой». Ну, естественно, что здесь помещено стихотворение о Париже. В памяти Эдит Пиаф Весь Париж опьянив, закружив, Ты поешь, ты сгораешь до тла. Следующее стихотворение «Если мне суждено от любви умереть В бесконечном небесном просторе, Ангел дивный будет мне на арфе Играть похоронные марши По-моему, суки Мажори». Ну, стихотворение, которое, ну, так уж я скажу, лирическое отступление, меня просто поражает, вот это стихотворение. Наступят дни, когда иная слава Меня к иным высотам вознесет. Там все на жизнь и свет имеют право, Там не ведут грехам кровавы счет. Сердца чужие тихо встрепенутся, Коставят где-то города черты, И дай в тот миг мне, Боже, улыбнуться. А не заплакать, глядя с высоты. Такое стихотворение может написать только тот, кто чувствует моральное право. И дальше цикл, не весь право, но цикл, посвященный Ахматовой. «Хоть много бед, судьба тебе сулила». Следующее стихотворение «Среди толпы остановись, поэт». Следующее «Не дари ничего мне на память, Мне довольны улыбки твоей». Следующее стихотворение «Как много слов не сплетено Тончайшим кружевым стиха, Как много нам сказать дано, Как мало нам одна строка. Но если полностью излить всю душу В той строке порой, То властно мы и умертвить, И воскресить одной строкой. И последнее стихотворение К краям, где идолы разбиты, К давно забытым городам, К тем неизведанным мирам, Что от людского взора скрыты, Душа стремится убежать, А все это и воской, и боли, И никаким усилием воли Ее порыва не сдержать». «Здесь же помещен портрет Саши». «А под ним можно, Под этим числом…» «Прошу прощения, Саша хочет вам пару слов сказать, Очень волнуется, стесняется и готовится». «Насчет волнения, спасибо огромное. Но насчет статей…» «Я гораздо лучше, чем вы…» «Первое, что сказала, Она говорит, «Ну здесь сидит такой великий поэт, Как Дима Кершин, Вот его бы стихи в Парижа напечатают». «Это первое, что она…» «Ну, Левгенович, вас приглашаем». «Это пёра». «Ты что?» «Приглашаю». «На солнечном пряжам юбе» «Своими голубых пижамам» «Девчонки, знай, шалунья» «Она меня сводит с ума» «От синем до солнца океана» «На желтой лимонном песне» «Настойчиво, нежно и рьяно» «Я ей повторяю по снегу» «А да» «Уже песни пропеты, «Мне нечего больше сказал» «Такое волшебное лето» «Надо, как дам, 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 дам» «Я живу от сына, но Бог» «Я гей-то, упрёл огне» «Капитан, ты скажете слов» «Капитан, мы и придёмте» Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Остром мчится ураганом, и плывет красот. 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 И вот однажды, включив радио, услыхала концерт французской песни. Одна мелодия вдруг так меня взволновала, так взяла за душу, что я тут же выключила радио, подбежала к инструменту, постаралась подобрать эту мелодию. И поэтому следующую песню я называю как версия на французскую песню. Тихо музыка льется по дому. Та мелодия мне незнакома. Я наблю эти страстные звуки. В нюх любовь, ожидание звуки. Я жду, и каждый миг разлуки думаю о вас. Люблю, моя любовь вас сохранит в ненобрый час. Я жду, люблю, храню душой, когда вы далеко. И в нем огонь взрывает снега, позже ждать. Законично. Моему внуку Нас учит жизнь любовью и подлогом. Нас жизнь пьянит любовью и вином. Пройдут года. Узнаешь ты о многом. Но каждый миг ты помни об одном. Нам жизнь мила любовью и добрую. Ну, я прошу. ПЕСНЯ В остывании на плавленый мозг Ужим он чемпогашины свечи После дальних и ближних дождей В неприятной семье для встречи Говорим и молча себе Вижу я ваши милые лица Миг прошедшего не повторим И общением не насладиться Миг прошедшего не повторим И общением не насладиться Разделить с вами радость готова Не завидуя и не дразня И своей поделюсь Если снова она вдруг посетит меня Я в несчастье другим сострадаю Разделю я чужую обиду От других свое горе скрываю Мимо вашего Заверните кругом У меня вот подушку Ну сказали, у них очень большая подушка Сказали, возьмите коп Нормально О, вот еще вашу коп Нет, хорошо Сейчас хорошо, иначе я не услышу Все, не перестаньте, как хотите, а то я не услышу Где-то в ночи Сердце стучит Субтитры создавал DimaTorzok 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 Почему-то на меня напал очень грустный стих Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Пуковала кукушка в лесу Дима Торзок Сколько же лет я еще на себе пронесу Дима Торзок Так, ну ладно. Курортная танго. Ах, это осень. Это шутка, как вы понимаете. Ах, это осень. С кленов листья обретает. Ах, это осень. Синь бездомная небес. Тепло уходит. В югу птицы улетают. И наступает летним праздником конец. На карнавале в шумном зале, где танцы, суета, слова. И очень тихо прошептали. Ах, как кружится голова. Был карнавал в разгоре лето. И быстротечным наш родной. Мы знали, песнь не будет спета. Что все иллюзия, обманщик. Ах, это осень. С кленов листья обретает. Ах, это осень. Синь бездомная небес. Тепло уходит. В югу птицы улетают. И наступает летним праздником конец. Ах, это осень. Ничего? Нормально? Ну хорошо. Ну хорошо. Самая загадочная стихотворение на очень избитую тему. Называется, так и называется. И снова о счастье. Мы безмятежно можем жить. Покой, свобода, день и слава. Но чем нам счастье заслужить? Завоевать на счастье? Правда. И мы его порой зовем. Едва повеяло ненастьем. И в жадном рвении своем пренебрегаем чьим-то счастьем. Но разве думал ты серьезно в самоанализе трусливым, Как много чьих-то горьких слез, Тебе не дали быть счастливым. Годами счастье ждешь. Оно так близко вдруг, Но мимо, мимо. И утешение одно. Увы, Оно недостижимо. Перебирая те года, Ты не даешь себе отчета, Что счастлив можешь быть тогда, Когда ты сам есть счастье чьё-то. Так. А теперь детское стихотворение я хочу прочитать. Детское, да, детское. Это детское. Это Маршак, Багринский, Тихона. Идея такого построения стихотворения не нова. Всякая война есть преступление. Небросский дом, уютный дом. Семья сидела за столом. А где-то там галий, солдат, Достал из ящика снаряд. Сидела мирная семья, Шептались мать с отцом. И совещались сыновья, Как ему красить дом. Как надо завтра поутру Почистить огород, Собаке сделать ковыру, Ах, дел них проворот. Солдатик, заступив наряд, Поднёс к орудию снаряд. Потом пойдут отец и мать На праздничный обед, И, может, будут танцевать, Полсотни скинув лет. Полмира взяв на мушку, Готовы к бою кушать. Окошки золотом горят, Обычный мирный дом. Цветник, беседка, струнный сад, Тишина кругом. Окошки золотом горят, А где-то там летит снаряд. Сгустилась ночь, Все в доме спят. Летит снаряд, летит снаряд, И утро было не длинное. Что может быть страшней? И дома нет, и нет живых Под грудою камней. Соседи плача говорят, Упал снаряд, упал снаряд. Вот, теперь я такая Жалость для какого-то стихотворения. Не обращайте внимание, я отвечу. Не отведу в смятенье глаз, Когда печальный взор твой встречу. Пойму его на этот раз, И на немой вопрос отвечу. Все прошлое уходит вдаль, Восторг и горе пеленая. Вот от чего моя печаль, Вот где душа моя больная. Она без временных потерь, Шипов предательства полна, Любви и осколками. Поверь, она действительно больна, Но память, память в ней самой. И ангел в ней, и темный демон, Она жива, и жребий мой, Эрек, сомкнувшийся с Эдем. Ты скажешь, можно боль нять, Вернется рай, не станет адом. Нет, не дано тебе понять, Что боль мою лечить не надо. И последнюю. Вот сейчас, я берусь только. Я ошибка переделал это за последнюю неделю, То, что буду сейчас. Я вот это последнее стихотворение Рискнул прочитать дочери. Ой, боже мой, Как она расчерпостила меня. И эклектика, И дидактика, И прозаичность. Ну, и еще ряд ругательных слов. Но, тем не менее, Это, в общем-то, из души моей. Но там, действительно, Родностирица такая. Я ее попытался подправить В последние недели. Тут, не для смеха, А я два эпиграфа написал. По мере того, как уходит газар, Все больше и больше Мы знаем такого, К чему не вернуться. И грустное слово Невольно срывается с лузом. Никогда. Но это в кавычках эпиграф, Потому что это я, собственно, сочиню их. Второй эпиграф. Приходит на помощь, Когда мне не спится, Простая утеха моя, Может быть, Всего лишь затем уже стоит родиться, Чтоб землю увидеть, Узнать, полюбить. И есть третий эпиграф. Есть ли смысл потусторонний В принесенном ню сюда, В хрипком, в крике, никогда. Эдгар О, Ворон. Стихотворение Ворон. Перевод Донского. А теперь стихотворение. Бессонная ночь, Словно вязкая тень, Зигзагами мечется память моя, Как яркие вихи Злого житья Одна за другой возникает Суровый распадок Скопали утесы, Сковали. Шуршит под ногами Душистая прель, И словно сплетая Хрустальные косы, В ручье безмятежно Извитца форель. И в этой глуби, Уссурийской тайги Казались приступны Наши шаги. Луч солнца скользит, Побазать твоим лавам, Откуда-то дятла доносятся стук, И смотрит на нас С любопытством лукавым, Доверчиво милый Зверек Грундук. Когда-то я знал, Что покой только снится, Но вот он Разлился царит Над тарьбой, Доверчиво зверев, Не пуганым птицей, Могучие кедры И всюду покойник. Стою на обрыве У кромки России, Над плесом Парит одинокий баклан, Смотрю в бесконечность Темнеющий синий, Где падает небо В ночной океан, И мысль исчезает В бездонной талии, И, может, впервые Приходит сознание Величие нашей планеты Земли, Как маленькой капли Всего мироздания. За тысячи верст, А на чудес океана Летит моя память К степям Казахстана Встречает меня Раскалённое небо, Но этот сюрприз Неожиданным небом, А к ночи спадает Полуденный зновь, Земля отдыхает В желанной прохладе, Распахнут бриллиантовый Свод надо мной, Сижу я один, Очарованный, Глядя, как странно Полышится ночи покров, Как падают звёзды Погибших миров. И в этом былинном, Бескрайном просторе, Где днями идёшь, Не встречая жилья, Где трав и цветов Развиванное море, Земли многоцветием Проникнулся я. Минуты душевного взлёта Не все я могу описать, Чтоб поверили мне. Но мне их дарили И мощь, и весель, И горы, что ныне В нашей стране. Вернулась и когда я В те дальние дали, Что разум и душу мою Возвышали. Бессонная ночь, И тревожно мне снова, Как будто недавно Случилась беда, А в сердце опять Это страшное слово Стучит. Никогда. 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 Всё. Больше. Почему ты робитель? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Звучит песня. 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 Звучит песня.